Привет, сокровища! Помнишь, что мы познакомились с Росой Рамирой, кошкой, которая умеет рассказывать истории? Правда, исчезать после них она тоже умеет отлично, поэтому мне пришлось обойти полуострова, чтобы ее найти. Она сидела на окраине леса и разговаривала с настоящей кубинской хутией. Хутия – это зверь, похожий на морскую свинку, только очень большая морская свинка. Хутия вообще очень важна и много о себе воображает, потому что она национальный зверь Кубы. Я подкралась и стала слушать, о чем разговаривают между собой Роса Рамира и большая Хутия. – Откуда идешь, госпожа Хутия? – спрашивает Роса Рамира. – Я уж и не помню, – отвечает толстая Хутия. – Издалека. – Так как я национальный символ, могу ходить, где хочу и есть, что хочу. Ну, есть, конечно, хитрецы, которые не хотят меня угощать. Вот вчера, например, зашла я в один крестьянский дом. Но хозяин, вместо того, чтобы пригласить меня к столу, спрашивает – как тебе показались дороги, госпожа Хутия? – Я и говорю. – Ладно, раз меня приглашают пообедать, сяду-ка я за стол. – Я была очень голодна и съела много. Крестьянин наблюдал за мной, наблюдал и говорит – ну, и аппетит у тебя, госпожа Хутия. А я ему – да, дороги здесь ничего такие. Хутия засмеялась. Будут знать, как с национальным символом хитрить. – А у вас тут какие новости? – Роса Рамира улыбнулась и отвечает – а у нас в основном истории. – Вот послушай-ка, помнишь эту деревню в горах? Вот там жила одна девушка. Из самых бедных была и зазнавалась дальше некуда. В Гаванне, в столице, у неё была родственница. И вот однажды эта родственница прислала за ней. Собралась наша гордячка в дорогу. В Гаванну поехала. Вскоре вернулась она обратно в свою деревню, Наряженная по моде, завитая, не узнать её. А нос стала задирать пуще прежнего. Видит она мачете и спрашивает – а что это за вещь? Для чего она? Крестьяне девятся и говорят – это мачете, им тростник рубят. А она всё городской барышней прикидывается, Остановилась возле плуга и тычет пальцем. А это как называется? Для чего это? Крестьяне отвечают – это плуг, им землю пашут. Так подходила она и к коровам, и к козам. Всё делала вид, будто знать не знает, кто это такие и что это такое. Увидела грабли и спрашивает – а это как называется? Спрашивает, а сама поставила ногу на зубья. Не успели ей ответить, грабли как хлопнут её по лбу. И наша барышня как закричит – ах, проклятые грабли! Вот тогда-то все и поняли, что она только прикидывается, городской барышней. Толстая хутия посмотрела на улыбающую сыросу Рамиру и кивнула своей большой головой. Хорошая история! А слышала, что случилось с двумя студентами, которые считали себя хитрее всех. С какими это? А с теми, что отправились побродить по белу свету, заблудились и набрели на домик, где жил солдат. А дальше? У студентов с собой был хлеб, а у солдата – жареная курица. И вот хитрецы, вздумав посмеяться над простаком солдатом, предложили. «Хлеба и курицы, – говорят они солдату, – все равно на всех не хватит. Давайте ляжем спать, и тот из нас, кому приснится самый невероятный сон, получит всю еду». Улеглись они спать. Через некоторое время солдат поднялся и съел курицу и хлеб. Проснулись студенты, стали рассказывать, кто какой сон видел. Один говорит, «Мне приснилось, будто я был на самом краю неба, на краю бесконечности». Другой говорит, «А я видел во сне, будто спускаюсь в самую глубь земли». Спрашивают они солдата, что ему снилось. «А приснилось мне, – говорит солдат, – что вы оба ушли далеко-далеко, один на самый край неба, а другой – в самую глубь земли. Вот я и подумал, вряд ли вы когда-нибудь вернетесь». Встал и, не просыпаясь, съел и курицу, и хлеб. «Да, – сказала Роса Рамиры, – что это ты, госпожа Хутия, все о еде да о еде? Проголодалась?» «Наоборот, недавно поела, поэтому и могу рассказывать истории о всякой вкуснятине. Даже слюньки не текут». А я вот что-то проголодалась. Знакомые деревенские коты звали на свежее молоко. Хочешь со мной? Не знаю, пьет госпожа Хутия молоко или нет, но они отправились вместе в сторону деревни. А я побежала домой, чтобы рассказать об услышанном тебе. С утра опять пойду искать Росу Рамиру. Может, она снова что-нибудь расскажет. Следи за выпусками подкасты «Нано» или просто подпишись. И услышишь первым. Пока. До следующей сказки. Редактор субтитров А.Семкин